МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В эфире Дагестанское радио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 14 мая, среда, в студии Жениат Хасаева. Доброе утро. В Грозном под руководством министра сельского хозяйства России Николая Федорова прошло межрегиональное совещание о развитии садооста в Северокавказском федеральном округе. Нашу республику на этом мероприятии представляли заместитель председателя правительства Шарип Шарипов и министр сельского хозяйства Батал Баталов. В ходе совещания были рассмотрены состояния, проблемы и перспективы развития садоводства в Северокавказском регионе, а также вопросы государственной поддержки данной отрасли. 50-летний юбилей отметила Черюрдская ГЭС-2, вторая ступень каскада Черюрдских ГЭС на реке Сулак. Строительство станции началось в 1959 году, а в 1964 году была введена в эксплуатацию. В своей книге «Дагестан. Моя любовь и судьба» один из активных организаторов строительства ГЭС Шахрудин Шамхалов пишет, в ходе возведения Черюрдовской ГЭС по инициативе строителей параллельно взялись еще за одну гидростанцию «Пионер Дагестана». Оборудование для малых ГЭС тогда не выпускалось, но мы послали группу пионеров и комсомольцев на Украину. Там они побывали на Харьковском заводе электротурбин и уговорили комсомольцев завода собрать для Дагестана уникальные агрегаты, вспоминает Шамхалов. Круглый стол на тему формирования гражданского общества и правового государства в современной России прошел накануне в конференц-зале Министерства по национальной политике Дагестана в рамках шестого международного форума «Неделя дружбы студенческой молодежи». Напомним, данный форум проводится Дагестанским педагогическим университетом при участии Министерства образования, науки и молодежной политики республики и администрации города Махачкала. В рамках форума также пройдут тренинги, круглые столы, мастер-классы, научно-практические конференции, фестиваль национальных видов спорта, а также развлекательные и познавательные мероприятия, в том числе и экскурсия в Дербенскую крепость на рынок Алам. Комитет по туризму Дагестана представит свои проекты на Московской международной ярмарке путешествий, которая пройдет с 15 по 17 мая в комплексе «Гостиный двор». Представители нашей республики презентуют проекты двух крупных мероприятий туристской сферы – Международный фестиваль экстремальных видов туризма «Ярыдак» и Международный фестиваль этнокультурного и познавательного туризма «Журавли». Сегодня в Махачкале в Национальной библиотеке пройдет открытие межрегиональной медицинской выставки «Медицина и здоровье». В ее рамках пройдут тематические конференции и семинары. А для специалистов проводимый форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения и выработки рекомендаций по повышению эффективности оказания медицинских услуг. В целях совершенствования работы, направленной на профилактику правонарушений и противодействия коррупции, в Дагестанской таможне установлен новый телефон доверия. По номеру 780188 любой гражданин может сообщить о противоправных, по его мнению, действиях должностных лиц таможни и подчиненных таможенных постов. Каждый факт обращения в кратчайшие сроки доводится до руководства таможни, по которым незамедлительно назначается служебная проверка. В случае подтверждения информации, виновный несет ответственность согласно действующего законодательства. По желанию заявителя, до него могут быть доведены результаты проверки в письменном или устном виде. Дагестанская таможня призывает граждан не оставлять без внимания возможные случаи противоправных действий со стороны должностных лиц таможни и подведомственных таможенных постов. Конфиденциальность гарантируется. Новости культуры Выставка «Кайтакские узоры», организованная Республиканским домом народного творчества в рамках республиканского проекта «Самородки», открыта в Махачкале в Национальной библиотеке. Здесь представлено около 80 работ из Акушинского, Кайтакского районов, городов Махачкала и Избирбаш, а также экспонаты из Фонда Дагестанского государственного объединенного музея. Посетители выставки также получат уникальную возможность стать участниками мастер-классов по кайтакской вышивке, которые проводят Резиат Магомедова из Кайтакского района и Айша Абаталова из Избирбаша. На вышивку одного орнамента может уйти от трех до шести месяцев кропотливой работы. Цветовая гамма очень богата, говорит мастерица из селения Маджалис Резиат Магомедова. Кайтакская вышивка – это очень интересный вид ремесла, которым мы испоконно занимались в Кайтакском районе, наши женщины. И уже, как говорится, несправедливо забытая. Вот мы, когда узнали, что существует, был такой вид вышивки, который сейчас хранится только в музеях, решили у себя возродить ее, чтобы она была и обучалась каждой семье, каждая женщина умела вышивать, умела этим заниматься. Вот мы, взяв кусок материи из музея, узнав его технику, начали обучать домохозяек, работницы школ, других учреждений, обучали кайтакской вышивке. Кайтакская вышивка, она очень интересная. Таким видом техники не занимаются больше нигде, ни на Северном Кавказе, ни в мире. Кайтакская вышивка характерна то, что первоначальная его функция – функция берега. И она не просто эта картина, которая на нас смотрит, она каждая картина имеет свое значение. Она выполняет зашитную функцию, потому что в этой картины, если вы глубоко в это войдете, как бы узнаете, вы узнаете, что есть узоры, которые накрывают на люльку ребенка, оберегают его от сглаза. Есть такие узоры, которые, когда невеста идет в дом жениха, она ставит свое украшение золото, именно на эту картинку заворачивает и идет в дом жениха. Также, конечно, есть узор, который сопровождает человека в последний его путь и потом передается следующему поколению сыну. Первоначальная функция берега. Вот, может быть, она этим как-то более ценится тоже, не просто как картины. И вот мы, когда рисуем, вышиваем, мы не стараемся вот это тяять, его связь, и не придумывать картины, потому что они уже придуманы, эти узоры, и они, каждый свое значение имея, мы стараемся сохранять. По крайней мере, я не вношу ничего нового, я стараюсь то, что как есть в этих картинах, потому что эти картины читаемы, они как будто живут. Каждое можно прочитать по кусочкам, если изучать его знаки, его символику. Это очень интересно, целую историю можно прочитать по этим картинам. И о погоде. Дагестанский гидроминцентр сообщает, сегодня по районам Дагестана ожидается переменная облачность, местами дождь. По низменным и горным районам возможен град. Ветер переменный 5-10 метров в секунду, при грозе до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха 27-32 градуса тепла. По приморским районам 23-28 градуса выше ноля. По горам 20-25, местами до плюс 28. В Махачкале ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Температура воды в море 17 градусов. Это все новости данного часа. О событиях дня вы узнаете из вечерних выпусков. А я с вами прощаюсь и желаю вам удачного рабочего дня.